А в городском дворце культуры Чайка прошел юбилейный отчетный концерт народного ансамбля украинской песни «Живи Джерелла». Творческому объединению исполнилось 25 лет. Чего достиг коллектив и как об исполнителях отзываются коллеги? Обо всем этом в сюжете Данила Бодунова. 25 лет назад ансамбль «Живи Джерелла» организовал Василий Харагай. Подтолкнула его к этому большая любовь к украинской песне, говорит нынешний руководитель коллектива Лидия Клименко. Собрал девушек, в то время еще девушки были, и организовал этот коллектив. Коллектив получился очень хороший, и в 1991 году они защитили звание народного. Лидия Михайловна взяла на себя руководство коллективом в 2003 году, и несмотря на общую роль развивать и совершенствовать традицию украинской песни, ей удалось внести свои изменения в работу и творческую жизнь коллектива. Те правила, те устои, те манеры, все равно с приходом нового руководителя обязательно меняются. Естественно, у нас поменялось, у нас появилось больше акапельных песен, появилось четырехолосие. Руководитель коллектива бывшая участница народного ансамбля «Чайка» ДК Маркохим, которая получила школу от Георгия Сесиашвили и Варлама Квиквискири. Я горда, что этот руководитель есть у нас. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Самобытность коллектива и его необычный подход к исполнению украинской народной песни сделали ансамбль «Живиджирелла» популярным в Мариуполе. Когда коллектив выступает очень часто в Приморском парке, там есть его любители, и они приходят всегда, и если получается, что переносится какое-то время, они переживают, все равно остаются и ждут коллектива. Ансамбль «Живиджирелла» принимает самое активное участие во всех мероприятиях городских, особенно которые связаны с народными традициями, такие как Масленица, с разнования Нового года, и во всех мероприятиях связаны с пропагандой духовности, культуры и возрождения народных традиций. Отметить 25-летие ансамбля было решено, объединив в один концерт все народные коллективы дворца. «Живиджирелла» выступили на одной сцене с театром народного танца «Азовские чайки» и подготовили объединенные номера с молодежным астрадным фольклорным ансамблем и образцовым ансамблем «Ассорти». Коллеги о коллективе отзываются лестно. Отличный коллектив. Таких коллективов в Украине все меньше и меньше, поэтому честь и хвала людям, которые занимаются. Мы работаем рядом, я вижу, как они трудятся, как они отдают себя этому. Это супер вообще. Такая себе творческая лаборатория, что ли. Потому что очень много песен из тех, которые поет этот коллектив, молодежь вообще, например, не знает. И не то, что молодежь, а и более старшее поколение. Поэтому то, что здесь происходит, это очень большая работа, которая принесет пользу и будущим поколениям, и нынешним. Пока есть песня, есть народ. Даниил Бутанов, Александр Нюрбердиев. Программа «События дня». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.